Приветствую вас. Я думаю, что для начала надо выработать вот эту, знаете, скажем так, позицию. Для начала надо желательно выработать некое такое... ...отношение может быть к этой вашей второй, как вы ее называете, часть личности. Потому что темная часть личности, как вы о ней говорите, как правило представляет из себя... ...определенные желания, определенные страхи, определенные моменты... ...вот, ну, определенные моменты, я имею ввиду, связанные непосредственно с вашей жизнью, с вашими переживаниями, с вашими... ...какими-то элементами, какими-то аспектами, которые вы, ну, вот просто... ...не смогли, не смогли... ...эм... ...адекватно... ...эм... ...так сказать, воспринять, да? ...не смогли... ...адекватно увидеть... ...эм... ...свой опыт, не смогли адекватно... ...адекватно... ...интегрировать в... ...эм... ...свой опыт... ...вот, например, да? ...эээ... ...на мой взгляд, достаточно хороший пример... ...эээ... ...эээ... ...в том... ...ээ... ...что... ...ваша жена вам... ...эээ... изменяла... ...бывше... ...ну, не бывшая, а... ...покойная... ...покойная жена вам изменяла... ...вот... ...а... ...вы почему-то... ...да, вот почему-то... ...вы... ...эээ... ...терпели... ...е... ...отношение... ...к себе... ...такое вот... ...негативное... ...эээ... ...эээ... ...что-то мотивировало вас... ...очевидно... ...терпеть... ...ее отношение... ...вот... ...позумаете? ...позумаете? И... ...попом.. ...вам просто, ну... ...надоело... ...я... ...я так с plays... ...полагаю... ...да? ...вам... ...вам просто... ...надоело... ...эм... ...терпеть-терпеть... ...вам... ...просто надоело... ...вот... ...пистепенно лопнуло... ...и... ... 1965... ... Mrs... ...все... ...вот... ...вот... ...но... Момент здесь, момент, именно момент здесь, он достаточно показателен, что вы терпели это, что вы, как бы, позволяли этому, этому происходить. Вот, и очень важно понять, очень важно понять, почему, очень важно понять, почему вы, позволяли этому, этому происходить. Вот, значит, эээ, так, просто был женат, эээ, разведить не успел, я его сильно любил, ненавидел. Смотрите, ненависть, ненависть, которую вы испытывали в твоей жене, связана с тем, очевидно, что она, вот именно она, ваша жена, стала причиной того, что вы чувствовали себя, ну, как-то может быть унижена, вы чувствовали себя плохо, вы чувствовали себя на, допустим, старых ролях, и так далее. Возможно, она подрывала своими действиями, она подрывала вашу самооценку. Такое тоже вполне себе может быть. И, собственно, именно поэтому вы ее и ненавидели. И, та агрессия, которая у вас осталась, та обида, те мысли, которые, ну, которые, грубо говоря, она в вас поселила, она в вас поселила, все мысли, они до сих пор у вас крутятся. Вот. Возможно, возможно, вы боитесь донести своей жене новой, которая у вас сейчас. Возможно, вы боитесь донести своей новой жене свои страхи. Страхи, что, ну, будет, вот, по сути, то же самое, по сути будет. Вот. Ну, может быть, может быть, это одна из причин. Вот. Так что, вариантов здесь много, очевидно, что отношения с покойной женой вас травмировали и травмировали достаточно сильно. Это очевидно. Это очевидно. Вот. Эм. 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 ваш опыт. Я полагаю, что тогда ситуация нормализуется, вы сможете жить в гармонии с собой, как и сказал мой коллега, вот, и, соответственно, перестать рваться на детей. Ну и вопрос очень важный, на мой взгляд, что заключается в том, почему вы не женились на своей текущей гражданской жене, что вас останавливает от этого. Вот, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.